Дорогие друзья, всем привет! Приветствую вас на канале Андрей Соленый. Сегодня хочу с вами поделиться очень простым и доступным рецептом. Закуска из селедки со вкусом красной рыбы. Да-да, вы не ослышались со вкусом красной рыбы. Эту закуску я очень часто готовлю на завтрак, предварительно с вечера. И также она прекрасно подойдет на праздничный стол. Мужчины 100% оценят эту закуску, поверьте мне. Для этого нам понадобится 2 селедки. У меня атлантическая селедка. Я ее предварительно уже почистила, разделала на филе. Небольшой пучок укропа, 200 грамм сливочного масла, свежемолотый черный перчик и прованские травы. Блюдо готовится очень быстро. Я думаю, в течение 10 минут я справлюсь. Очищенную селедку нарезаем мелким-мелким кубиком. Мелкие косточки, которые сейчас будут попадаться, вы их сможете убрать, когда будете нарезать. Либо вы совсем это все измельчите и даже не вспомните, что эта рыба имеет большое количество костей. Такое где-то что-то крупное. Убирайте сразу в сторону и пошли. Именно измельчаем ножом, ни на мясорубке, ни в измельчителе. Только ручной труд приветствуется. Ваша задача порубить селедку мелко-мелко. В измельченную селедку добавляем сливочное масло. Предварительно достаньте его из холодильника, чтобы оно было мягким. Немного черного молотого перца. И обязательный ингредиент прованские травы. Одна чайная ложка с горкой. Перемешиваем. Мелко измельчаем укроп. Мы с вами на финишной прямой. Осталось сформировать ролл из селедки. Для этого нам понадобится пищевая пленка. Разворачиваем пленку на 50-60 см. Из двух селедок получится два ролла. Половину укропа выкладываем на пленку и равномерно распределяем. Сверху выкладываем половину селедки. И формируем ролл. Сверху выкладываем селедки. Формировать можно круглой или квадратной формы, как вам больше нравится. Ролл готов. Отправляем его в холодильник на час-два. Нам нужно, чтобы масло застыло. Прошло несколько часов. Масло застыло, а значит готово к употреблению. Что мы сейчас с вами посмотрим, как это все выглядит на разрезе. Снимаем пленочку. Все застыло. Сразу запах укропчика. И все приятно так пахнет. Вот смотрите, мы употребляем с утра очень часто. Хлеб я сейчас пеку крайне редко. Вот такие финские хлебцы. Вот так они выглядят. В принципе, они разрешены на кето в небольшом количестве. Один-два, если вы съедите, поверьте, ничего с вами не случится. Я нарезаю наискосочек. Ну и допустим, если вы делаете гостям на праздничный стол, это может быть как там хлебушек, квадратный, круглый, как вы придумаете. Слегка можно его подсушить, что такое как сухарик. И сверху такой вот кусочек, такая вот закусочка. Допустим, мужчины выпили по стопочке, хопс, и закусили. Дополнительно украсить лучком. Например, сделать, как они называются, перепелиные яйца. Сварить пополам, сверху поставить. Вот так вот можно какой-то шпажкой или просто положить. То есть вариантов оформления непосредственно как праздничного, их там будет очень много. Мы вот так вот на завтрак, на хлебец, сверху лучок, либо такой зеленый, либо сладкий-белый, какой есть. А иногда и никакой, если не хочется ничего делать. Но это так удобно. Достал, положил, с кофем наедаешься, во-первых, очень быстро. Ну вот, пожалуйста, так, лучок может быть. Да все что угодно. Это большой, сильно. Ну что, вот такой вот очень простой и легкий рецепт я вам сегодня рассказала. Но я прям уже слышу ваши комментарии. И что, и где этот вкус красной рыбы, в чем прикол мы такое делали, и мы такого не ощущали. В общем, вот даю вам теперь секрет вкуса красной рыбы. Вот на самом деле это заметила Аня. И говорит, мама, ты не пробовала есть этот бутерброд с закрытыми глазами? Я говорю, и что? Она говорит, полностью меняется вкус рыбы. Ощущение, что ты ешь дорогую красную рыбу. И вот когда мы попробовали с Андреем, я не знаю, это какая-то магия. То есть, когда ты кусаешь, просто ешь вкус один. Как только ты закрываешь глаза, вкус становится абсолютно другой. Ребята, я вас очень прошу, пожалуйста, попробуйте, приготовьте. И скажите, такие же ли у вас фантазии, как у нас в нашей семье. Так, пробую с открытыми. Очень вкусно, пикантно. Такая прям селедочка. Вот оно такое все прям... Оно такое вкусное. Нет, это очень вкусно. Теперь пробую с закрытыми. Волшебство. Я не знаю, в чем секрет. Но приготовьте, пожалуйста, эту закуску и селедки со вкусом красной рыбы. И, как говорится, в тот момент, когда вы будете кусать ее закрытыми глазами, и пусть весь мир подождет. Все, на этой нотке я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго и хорошего. Ну и, конечно же, до новых встреч на канале Андрей Соленый. Все, всем пока-пока. Время пол первого. Вся семья спит. А я тут наслаждаюсь жизнью. Мужчины за такую закуску вас будут носить на руках. Поверьте мне. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...